Всем привет! Давайте поговорим о неких базовых вещах относительно АККИ. И о чём я хочу поговорить? Я хочу поговорить о четырёх основных путях, как мы коммуницируем, когда используем акторы в АККИ. У нас есть четыре способа. Это tell, скажи, то есть ask, спроси, pipe это некая труба у нас, да, и forward это, скажем так, пробрось. Я предполагаю, что с методом tell вы все хорошо знакомы, здесь нет ничего особенного. Так, давайте быстренько по коду проведёмся, чтобы было понятно. Здесь акторная система, у меня два типа акторов. Implicit и вспомогательные, чтобы можно было пользоваться методом mask. Так, это я обрабатываю входящий ответ. Также это несущественно класс актор основной, которым создаётся ребёнок, то есть под актор, он становится родителем. И здесь у нас блок, ресивблок начинается, самое интересное. Значит, вот основные два кейса это check pipe и check forward. Вот, собственно, мы их разберём. Ну, давайте, поехали. То есть создаём актор. Первый способ общения, которым мы все знаем, это наиболее эффективный метод общения. Это когда вы просто в асинхронном режиме, в таком, посылаете сообщение и всё. Послали и забыли. Ну, в данном случае, вот, любое сообщение, эхо, я просто его печатаю. То есть я посылаю эхо, и должно отпечататься эхо. Отпечаталось эхо. Ну, собственно, это самый популярный способ, когда вы начинаете знакомиться с аккой, это номер один. Да, это по большому счёту всегда будет номер один. Второй способ взаимодействия, это... У нас вторая такая потребность явная возникает, это спросить. Спросить, спросить, спросить. Этот метод работает гораздо, гораздо медленнее, чем метод tell. Поэтому старайтесь его избегать, если можете... Ask, 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 а не tell. Если можете избежать вот этого метода ask, вы должны его по-максимальному избегать. То есть постараться построить свою коммуникацию на одних tell. Это гораздо будет лучше. Каким образом tell работает? Нам нужно акопатом подключить, и там у нас интересные методы появляются по типу. Вот знак вопроса, это просто удобный синтаксис, который нам предоставляется, как и вот этот сообщий. Но есть и прямые методы, типа ask. Тип ask. Когда вы хотите спросить ask, вам нужен вот этот вот execution. Context. Мы его берём из актерной системы. Ну и имплиситом передаём. У нас здесь, когда мы спросим, мы не знаем, когда нам дадут. И поэтому, собственно, ответ, как мы видим, здесь тип future type. Future type. Ну и дальше, дальше, дальше просто пытаемся преобразовать. Каким образом? Для начала, поскольку здесь тип any, мы используем map to, какой тип нас интересует. Backend. Дальше я... Классический такой подход. Если что-то сломается, там такое непредвиденное поведение, то мы сразу вешаем recover, то есть восстанови, и какими-нибудь... Раз у нас здесь option, у нас не существует значение нам, ну и вешаем нам. Дальше используем collect, то есть выкидываем этот нам, оставляем только самый, ну и вывод. Теперь давайте посмотрим в код, что нам должно вернуть, что нам должно вернуть. Вот этот pipe. Здесь я просто вычисляю два относительно больших... Как их называется-то? Факториала. Два относительно больших факториала. И передаю его. В принципе, передать я мог достаточно банальным способом. То есть я беру сендер. И... Перенаправить. Но поскольку... Ответ какой-то готовый. Но поскольку у меня здесь... Я решил запустить в двух отдельных потоках сложные задачи... То есть у меня нет готового ответа. У меня возникает еще одна потребность. То есть нужно организовать какой-то код, который бы, как только вот эти future будут готовы, отправить. Искала нам поставляет третий тип коммуникации. Называется он pipe. То есть метод pipe, он принимает future, 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 future. И нам нужно куда-то отправить. То есть future... Не явно здесь опять нам нужен execution context. Вот этот pipe. Он нам вернет pipeable future объект, у которого будут методы to. То есть кому отправить. И отправим мы сендеру. Сендер это у нас... Как мы видим, метод. Который возвращает... Который возвращает источник, от кого нам пришло сообщение. Он нам всегда доступен, поскольку мы заисцендились от актора. То есть еще раз, pipe это удобный механизм, если вам нужно подготовить ответ. Если у вас, скажем, в акторе уже есть какое-то значение, которое вы сразу немедленно готовы отдавать, то обычно мы используем не pipe, а мы пишем sender, отправляем и сообщение пишем. Если у нас, скажем так, сложная коммуникация получается, то нам нужно как-то это повернуть немножечко в другую сторону. И вот здесь вот нам предлагается такой механизм пайпов. То есть мы оборачиваем наши долгие вычисления во future, потом каким-то образом комбинируем этот future. То есть я вот здесь использую классический форм, чтобы построить еще одну future. То есть вот это все возвращается в future, если что, если кто не совсем понял, что здесь возвращается и кому мы отдаем. И собственно вот эта вот строчка ей пальсятся. И четвертым важным таким инструментом для построения коммуникации через актеры, классический наш актер, является forward. Forward это значит пробросить дальше. Кого пробросить? Пробросить имя актера, который запрашивает что-то или сообщает что-то. Forward можно использовать не только, я вот здесь его использую, буду через метод ask, но его можно использовать и через метод tell. Он всего лишь пробрасывает имя актера, то есть актера, следующему актеру. Ладно, может не очень понятно. Говорю, давайте лучше на примере. Вот я спрашиваю снова у Грэнпа сообщение. Check forward. Check forward. Вот появляется наш check forward и здесь что происходит. Смотрите. Вот это пока опустим. Я беру наш контекст. Пытаюсь найти в нем ребенка с именем storage. Если что, я его каждый раз создаю. Вот он. Дальше я сворачиваю. То есть здесь мне вернется option и я могу свернуть. Свернуть значение. Если у меня пустое, то есть вот это первое значение это fold, то я отправлю none. Если у меня значение не пустое, то есть у меня ребенок все-таки присутствует, то я использую вот эту функцию action. Она принимает, как видим, актер рэф, то есть вот этого ребенка, и пробрасывает сообщение, новое сообщение, но не абы как, а подключает к нему, а подключает к нему, подключает к нему вот текущего сендера. То есть к нам, вот смотрите, вот из главной программы, вот из главного потока, да, мы спрашиваем. Вот главный поток это, как это, ну, давайте так скажем, тот, кто спрашивает. Тот, кто спрашивает. Вот мы в первый актор обратились, а первый актор, он не знает, как ответить. И он берет и перебрасывает работу другому актору. Но перебрасывает он вот здесь вот таким образом. То есть он, мы берем ребенка, кому мы хотим перебрать, используем forward и сообщение, которое обрабатывать будет вот этот ребенок. и к этому forward подцепится тот, вот наш адрес из главной программы, тот, кто спрашивает. Ну и, собственно, вот наш storage, вот наш action. То есть вот сюда придет сообщение, но сендер будет не не вот это не grandpa, а будет главный поток программы. И вот ему-то мы и отправим сам Дима. То есть если посмотреть на вывод, то есть вот это вот к нам приходит наш запрос, вот CheckForward сперва сюда, мы вот его чекаем. Я путь здесь явно указываю, что нам пришло именно из моей программы, здесь еще прошу заметить, что некий темп, то есть специально зарезированные есть такие темпы для таких случаев, кому отдавать. Я вот эту работу, грубо говоря, скажем так, перенаправил. Да, здесь очень простая работа, но я лишь хочу показать принцип коммуникации. То есть я перенаправляю другому. То есть здесь можно было бы какую-нибудь реальную работу, реальное сообщение для обработки переключить на другой актер. Ну, собственно, ну, собственно, вот он принимает, вот он отпечатался, вот эта строчка, то есть, видите, сендер-то один и тот же. То есть Forward, это пробрасывает именно сендера к другому актеру. Ну, и дальше, как мы видим, я просто отдаю. Отдаю, отдаю, отдаю. И здесь партинг аналогичный, как вот этому. Здесь еще можно было бы заострить внимание, вот на чем. То есть вот когда вот, вот это классический паттерн для взаимодействия с детьми, то есть мы берем, пытаемся найти ребенка и сворачиваем какой-то работой. Я здесь использую в обоих случаях валы и здесь нужно нам обязательно использовать, если вы здесь не дефы используете, а именно валы, то нужно вот тут лейзи, чтобы вычислялась по требованию. Я тут сам себе уже написал, потому что я чего-то тупил, у меня все время в Death Letters падало. Так, вот такие есть у нас четыре основных способа взаимодействия между актерами. То есть классический спроси, скажи, вот это два основных. Пайп это если у нас какое-то нужно подготовительное работу по большому счету сделать и нам нужно как-то облегчить себе путь по формированию ответа. И нам здесь такой удобный инструмент в виде пайпа. То есть вот когда вот это сформируется, тогда это и отправится. То есть нам не нужно ставить здесь самостоятельно всякие авейты и все так далее. Нет. Всякие авейты, всякие тайм-ауты мы в главной программе здесь устанавливаем. В главном потоке. И четвертый это forward. Forward это пробросить адресата из точек, от кого пришло. На этом все. See you next time. Субтитры создавал DimaTorzok